Всем привет! Вы на канале Палентин и наконец-таки я возвращаюсь на YouTube. Все прошли экзамены всевозможные, поэтому я могу больше уделять времени своему каналу. В этом видео я вам покажу свои оценки, которые у меня вышли в четверти и в году, а затем расскажу о своих планах на лето. Ну и конечно же я вас забыла поздравить с началом каникул. Да, наступило лето, почти уже остался один денек. Наступили каникулы, закончился учебный год. Надеюсь, что все хорошо его закончили. У всех одни пятерки, четверки, нет троек, двоек. Надеюсь, да? Ну ладно, давайте не будем говорить много лишнего и уже наконец-то начнем. Ну и давайте начнем с оценок. Кто не знает, я закончила седьмой класс и вот здесь у меня внизу странички написано переведено в восьмой класс. Кстати, говорят, что в восьмой класс легче, чем седьмой. Посмотрим. По-русски у меня все четверки. Не знаю, мне снижают оценки из-за того, что у меня вот почерк маленький. Я не могу никак его исправить. У меня постоянно... Я пытаюсь, но все равно у меня он становится маленьким. Я не знаю, что с этим делать. Буду тренироваться летом писать письма. Литература, как я понимаю. У меня вышла пятерка. Я в шоке. В последней четверти у меня вышло пять. В последней четверти была самая легкая какая-то. Не знаю. Мы должны были написать контрольную. Здрасте. Мы должны были написать контрольную самостоятельную еще одну, но оценки уже выставили, мы ничего не писали. По английскому у меня вышло четыре. В этой четверти все контрольные. Я написала на пять. Пять с минусом. Только вот по говорению у меня три и по грамматике четыре. Все остальные пятерки были, но все равно вышла вот четверка. По французски все пятерки. В последней четверти были одни контрольные, потому что Алла Николаевна у нас была по посолях в больнице. А уроки вести было некому, но все равно вышла пятерка. По алгебре у меня вышло четыре, по геометрии пять. Затем информатика была очень легко. Пятерка, пятерка, пятерка. История. Ой, все четверки у меня. С историей что-то у меня как-то плохо. Но по истории я просто не договариваю, поэтому у меня четверка. В таблице я не дописала немного. В картах я просто цвет не отметила. Не знаю. Все четверки вот у меня. Общество знаний. Я вообще в шоке, что у меня вышла пятерка в году. География. У меня и пять, пять, четыре, пять. В последней четверти я должна была тоже, как и Сусанна, не делать домашнее задание после половины четверти. У нас такая учительница, что если ты за первую часть четверти получал одни пятерки, то ты во вторую часть четверти можешь не делать домашнее задание. У тебя сразу ставится четвертная оценка. Ну и в этом случае годовая. Но, не знаю, что-то у меня не так, и я не получила пятерку в середине четверти. Не знаю, но все равно вышло пять. Физика и биология четверки вышли в году. Ну, по биологии у нас вообще ученица, возможно, уйдет в следующем году. У нас будет вести малого Людмила. Она вообще ведет три урока, по-моему. Ну, химия... Химия... Убожай, да. Что-то еще? И, возможно, будет вести у нас биологию. Никто этого не хочет, потому что она какая-то странная. А по физике я пропустила одну тему. Две темы. Вышла четверка вот у меня в четверти. Также трудновато. Ну, первый год, не знаю. Физика это не мое. Музыка, технология и зоофискультура. Все пятерки. Это самые легкие предметы, как по мне. По ним невозможно, мне кажется, получить плохие оценки. И вроде как в следующем году или в последующем у нас уже не будет музыки, труда и технологии. Ах, не буду скучать по нашим этим учителям, по нашим этим урокам. Мне они очень нравились всегда. А, физкультура? Что физкультура? Неспортивная, я на пятерки получаю. И оба же у меня вышла четыре в первом полугодии и четыре во втором полугодии. Не нравятся ей мои ответы. Не знаю. И мои тесты тоже не нравятся ей, как я отвечаю и все. Поэтому вот у меня лучше учиться три. Ну, как обещала, ну, самые легкие предметы я уже сказала. Самые трудные, как по мне, вот были, это английский, алгебра, геометрия и физика. Ну, биологию просто я не люблю. Кто как закончил год, пишите в комментариях или же в инстаграме, в ВК, если комментарии будут отключены. Что, скорее всего, так и будет. Ну, и теперь давайте о планах на лето по порядочку. В честь окончания учебного года мне родители подарили денежку. Бабушка тоже сказала приедет подарить денежку. У вас окончание учебного года как праздник или просто, ну, вот, закончили, закончили. У вас прям отмечаете, вы не отмечаете. Мне вот интересно. Так что же пишите. У меня вот, как видите, будем, поедем сегодня в причал вечером, через 4 часа. Надо быстрее снимать видео. Будем там отмечать. Ням. Ням-ня. Вы не видите, но я дергаю ножками от счастья, от радости. Ну, а теперь уж точно о планах на лето. Самое первое это про теннис. В мае я на теннис не ходила, так как было очень много контрольных. Ну, а летом мама с папой планируют всей семьей ходить в Румянцево. Там и бассейн, ой, и тренажерный зал, и все-все-все, и группами можно, и по отдельности можно. Буду ходить. На 95% я в этом уверена. Затем, ближе к дню рождения, который у меня будет 17 июня, кто не знает, я планирую отстричь свои светлые кончики, которые здесь не видно. Ну, вот они. Пока же не знаю, насколько сами кончики или постричься покороче, я думаю. Времени, в принципе, еще достаточно. И окрашу их опять. Все буду вам рассказывать, все буду показывать в Инстаграме, в сторис, посты буду выкладывать, видео буду упоминать. Влог за день рождения также я сниму. В июне у нас по плану пристройка. Да. Очень много вопросов, поедем ли мы на море. Нет, на море мы не поедем. Мы ездили в том году, а в этом году вместо моря, и также это будет самый крутой подарок мне на день рождения, мы будем строить мне пристройку. Построить ее папина компания. Буквально вот недели три папа сала этого займет. То есть недолго, очень быстро они строят. Дальше мы сами будем вместе с мамой, возможно будет помогать папа тоже с Сашей. Будем красить, отделывать, ставить мебель, украшать. Это все мы будем делать своими руками. Поэтому я думаю, что к концу лета точно уже должна быть пристройка готова. В этом помогает, кстати, бабушка с дедушкой, бабушки с дедушкой. Вложили денежку свое, спасибо им большое. Ну и с вами день рождения я буду праздновать скромненько, так как пристройка все-таки это много времени, затрат денежные, временные, нервные. В кругу самых близких родственников друзей. Планы уже на все летом. Это первая учеба. Я планирую подтянуть английский и математику. У нас есть чат в ВК с нашей учительницей. Да, у нас современная учительница. Интересно и необычно, когда учитель вот так вот тоже участвует вместе с учениками современной. И она написала нам, что как только мы придем в школу, 2 сентября у нас спеллинг по неправильным глаголам, затем 3 сентября по модальным, по-моему, глаголам. Или фразам, я не помню точно. А четвертая вводная итоговая работа по грамматике. Поэтому я буду все лет готовиться. Я специально нашла в интернете учебники, скачала, 7-8 класс. Можно также в интернете, я еще не нашла, тесты найти различные. Буду тренироваться раз в неделю хотя бы точно. И по математике то же самое. Можно находить всякие вот эти вот проверочные работы, тесты. Также тренироваться. Учебник по геометрии тем более у меня остался, так как он с 7 по 9 класс. Лена Олеговна, кстати, сказала, что я могу лучше, поэтому мотивашечка такая у меня появилась. Я планирую заказать канцелярию раньше, где-то в середине июля. Не как в том году, в середине августа уже, когда начинается учебный год. В каком стиле я буду заказывать, я не знаю. В этом году у меня были кактусы, до этого были котики. В этом году надо подумать. Хочется что-нибудь тоже необычненькое такое. Также в планах на все лето у меня это вязание. Вы знаете, в крайней мере многие из вас знают, что я помимо того, как читать, очень люблю вязать. Это прям стало моим хобби. Я планирую взять какие-нибудь игрушки небольшие и попробовать продать их в инстаграме. Поэтому следите, не пропустите. Я планирую все лето гулять, очень много гулять. Так на море мы не поедем, мы будем ездить по разным местам различным. Типа как вот в Москву или вот мы ездили в Василево в Торжок. Ну и конечно же буду бы снять различные мастер-классы. Например, вот первого числа я уже кое-куда пойду, так же все в инстаграме, следите. Очень-очень многие все ждут, пока я устрою фан-встречу. В Москве пока что однозначно не будет, я еще не отошла от той фан-встречи. Но в Твери, если вы хотите, я устрою. Не будет просто встреча какая-то просто где-то в горсаду. Это возможно будет встреча на каком-нибудь мастер-классе. Если у вас будет человек 10-12, то я устрою. Ну и самый последний пункт это съемки видео. Я наметила себе план съемок видео до конца июня пока что. Затем в конце июня буду так на июле, на август делать. Видео два раза в неделю буду выпускать. Поэтому спасибо тем, кто не отписался от меня, кто верил, что я вернусь. Сразу говорю, что таких видео по типу как утопить стокеры за 2 секунды развлекательных, то есть, не будет. Мне больше нравятся такие более серьезные видео, такие вот разговорные, например. Или же влоги. Ну, а на этом все. Пишите в комментариях, если они, конечно, открыты. Если не открыты, то в Инстаграме и в ВК. Я везде есть. Кот в ТикТоке пишите. Я в ТикТоке тоже есть. Как вы планируете отдохнуть, как вы планируете провести свое лето. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. И всем пока-пока. Я вас очень люблю.